Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа Без антракта. Добрый день. Здравствуйте. Две недели назад мы с вами разговаривали о том, какой прекрасный фестиваль проводится в Клайпеде, какие там были спектакли. И очень много людей на это отреагировало. И меня спрашивали потом уже в личной почте о том, как туда попасть и когда будет следующая программа. Поэтому держим связь. Я буду тогда анонсировать уже через год. И если будут какие-то премьеры в Клайпеде в течение сезона, я тоже постараюсь об этом рассказывать. Сегодня я хочу рассказать о том, что происходило в этом сезоне с Кириллом Серебренниковым, с Гоголь-центром и с людьми, которые с этим связаны. Эта тема у меня сегодня возникла не просто так. Дело в том, что в конце мая, начале июня в Риге репетировался новый проект Кремерата Балтика. Это большой оркестр, вернее, он небольшой, он камерный оркестр, под руководством Кедона Кремера. Проект назвался «Хроника текущих событий» и к нему имеет отношение как раз Кирилл Серебренников. Сейчас я вам все это расскажу. Телефоны прямого эфира, если у вас будут вопросы, 672-12-939 и 672-13-939. Звоните, пожалуйста, я буду рада. Если вы хотите отправить смс или сообщение на WhatsApp, это 230-6191. Пожалуйста. Итак, в 2017 году, когда случилось это непостижимое до сих пор событие с Кириллом Серебренниковым, его заключение под домашний арест, открытие дела против него и его коллег по проекту «Платформа», когда в театре «Гоголь-центр» в течение целого дня проводились обыски, и, в общем, все были в большом недоумении. Это, конечно, обсуждалось уже много-много раз. Я не буду сейчас к этому делу возвращаться. Все впереди, потому что впереди в Москве будет в августе месяце суд, на котором будут выслушаны результаты новой экспертизы. И вполне вероятно, это как-то повлияет на дальнейшее развитие событий. Но я хочу рассказать о том, что осенью 2017 года скрипач, музыкант, дирижер, создатель оркестра «Крамерата Балтика» Гедон Кремер решил дать концерт в «Гоголь-центре» в Москве в поддержку театра, в поддержку главного художественного руководителя Кирилла Серебренникова. И он сыграл небольшой вечер. Там была программа чуть больше часа, произведения Вайнберга, которые были специально подобраны для этого сольного концерта. Вся выручка, которая была заработана на этом концерте, осталась в распоряжении театра. Это был такой подарок маэстро Гоголь-центру. И с тех пор Гедон Кремер все время думал о том, чем он еще может помочь, потому что он особо никогда не выступает с какими-то политическими выступлениями. Он хотел бы поддерживать людей другим образом. И 2019 год – это год столетия композитора Мячеслава Вайнберга, которого вы можете знать по музыке из фильмов, даже если вы не ходите на какие-то серьезные концерты. А он на самом деле не так давно был открыт, как композитор, сочинивший громадное количество произведений, симфонии, камерные произведения для разных совершенно инструментов. Я даже не буду сейчас в это углубляться, потому что я небольшой специалист в музыке, но я расскажу о том, какое впечатление на меня произвело то открытие, которое я услышала на первом концерте Гедона Кремера в Гоголь-центре, и на том, что он сейчас готовил к столетию Вайнберга большую программу. Программа называется «Хроника текущих событий». Такая мысль пришла ему в голову с тем, чтобы каким-то образом соединить творчество Вайнберга с тем движением за свободу, которое происходило в 70-е, 80-е, 60-е годы в Советском Союзе. Это был журнал, который писался от руки, назывался «Хроника текущих событий», и был посвящен всем людям, которые так или иначе пытались открыть какие-то новые дороги, новые окна, позволить себе жить так, как они считали нужным, и читать те книги, и исполнять ту музыку, если мы говорим о художниках или творцах, и делать те спектакли, и говорить о том, или о журналистах говорить о том, о чем они считали необходимым, то, что было невозможно делать в Советском Союзе. И судьба Вайнберга, который уехал из Польши до Второй мировой войны и эмигрировал в Советский Союз, и прожил довольно большую, длинную и творческую жизнь тоже, и написал массу произведений. И был другом Дмитрия Шостаковича, и писал музыку для фильмов, и писал музыку для мультфильмов. Вы все их знаете, это Винни-Пух и «Каникулы Бонифация». И музыка, например, из фильма «Летят журавли», такая тревожная, такая серьезная, большая. Это тоже музыка написана Вайнбергом. Но, тем не менее, его, например, академические произведения мало исполнялись. Его опера-пассажирка появилась, ну, как бы стала востребована буквально вот несколько лет назад, когда она приняла, ее постановка приняла участие в «Золотой маске», стала на слуху, и ее действительно стали как-то много ставить в России нынешней. Но многие произведения Вайнберга все равно, тем не менее, не открыты для широкой публики. И музыкант Гидон Крэмер был одним из тех, кто начал заниматься изучением этой музыки уже много лет назад, попробовал открыть ее сначала для себя, потом для своих музыкантов, и потом для своих зрителей. И вот в год столетия Вайнберга, когда весь музыкальный мир это отмечает, Гидон Крэмер придумал сделать проект хроникотекущих событий, соединить мысли свои о свободе творчества с судьбой Мечислава Вайнберга, и неожиданно для него он понял, что в это вовсю очень вписывается нынешняя судьба режиссера Кирилла Серебренникова, который больше полутора лет провел под домашним арестом, без возможности работать, при этом продолжая работать, продолжая сочинять спектакли, передавая это все в записях своим помощникам в театре. Это какой-то уникальный совершенно случай, когда режиссер, находясь в изоляции, продолжает работать со своим театром и даже с европейскими театрами. Гидон написал письмо Кириллу и получил от него ответ с какими-то мыслями и рекомендациями пригласить, принять участие в этом проекте драматурга Валерия Печейкина и кинорежиссера Артема Ферсанова. Артем Ферсанов вот буквально сейчас заканчивает свое обучение во ВКИКе, у него будут показы, мы желаем ему успеха. И эти двое молодых людей собрали команду в Москве для того, чтобы создать видеоряд к той музыкальной программе произведения Вайнберга, которую придумал и собрал Гидон Крэмер. Таким образом, Гидон Крэмер пригласил помощников и зарадников Кирилла Серебренкова для создания визуальной части своей программы. И премьера этой программы состоялась 7 июня на одном из самых больших фестивалей в Европе – Холланд-фестивал в Амстердаме. А рижане и жители Латвии смогут увидеть этот проект в сентябре месяце в рамках большой программы Кадемирата Балтика в Дзинтари. Пожалуйста, не пропустите, насколько я знаю, билеты уже в продаже. Это очень красивое получилось произведение. Мне даже сложно сказать, разделить его визуальную составляющую и музыкальную, потому что люди работали в постоянном контакте. Валерий Печейкин писал сценарий, Артем Ферсанов собирал визуальную составляющую этого проекта. И Гидон Крэмер вместе с ними адаптировал, придумывал, переделывал свою программу, ту музыкальную часть, набранную из очень разных произведений Вайнберга, и из его симфонических произведений, и из камерных произведений, и из музыки фильмов, и музыки из мультфильмов даже, потому что там есть каникулы Бонифация, маленький кусочек. И мне кажется, что это надо не пропустить и посмотреть, потому что это большая редкость, когда не просто визуальный ряд следует за музыкой, или музыка следует за визуальным рядом, как часто бывает, очень часто восстанавливают старые правила игры, и, например, немые фильмы сопровождаются исполнением музыки вживую, а это общее создание одного большого проекта. И разделить визуальную и музыкальную часть в этом случае мне было бы очень сложно. Не пропустим хроника текущих событий Крамерата Балтика. Сентябрь. Дзинтри. Я воспользовалась ситуацией присутствия в Риге Валерия Печекина и Артема Ферсанова и задала Валерию Печекину несколько вопросов про его работу в Гоголь-центре, потому что мне показалось, что там есть вещи, которые очень необычные вообще для театра, используемые исключительно в Гоголь-центре, и этот опыт, он может пригодиться многим, и, может быть, даже вам, зрителям, которые меня сегодня слушают, было бы интересно узнать, что вот когда вы соберетесь вдруг неожиданно в Гоголь-центре, вы можете получить там еще дополнительно некую программу. Итак, когда сюда приехал в Ригу Валерий Печекин, то на его страничке в Фейсбуке было написано «Уважаемые дорогие зрители Гоголь-центра, я приношу вам свои извинения, в течение 10 дней меня не будет в Москве, и я не смогу вам рассказывать о спектаклях, как это обычно, в моем режиме, каждый день перед началом спектакля я с вами обсуждаю то, что вы увидите». Мне показалось, это интересно узнать, что же это такая за специальная программа в Гоголь-центре, которую сейчас ведет Валерий Печекин, и я задала ему этот вопрос. Этот формат предложил в Гоголь-центр Евгений Казачков, драматург, и первым ведущим Гоголь-плёс был именно он. Потом я его сменил, что называется, на этом посту, и вот сейчас во время этого разговора я, к сожалению, нахожусь не в Гоголь-центре и не могу разговаривать со зрителями перед спектаклями. Я делаю это уже полтора года, и они так к этому привыкли, что я недавно даже записал аудиосообщение для одного из зрителей, который очень попросил ему и его жене отправить аудиосообщение, объяснить, что они увидят. Я это сделал. Вот. А к формату так привыкли, потому что он правда нужен, ведь Гоголь-центр – это театр непростой, с непростыми спектаклями, с режиссёрскими версиями, с режиссёрскими прочтениями классических текстов, поэтому, как я говорю, лучше объяснить до спектакля, что вы увидите, чем после спектакля, спрашивают, что это было. И оказалось, что это очень полезно, предупредить человека, настроить его на то, что, например, входя на спектакль «Мёртвые души», он увидит на сцене только мужчин-артистов и будет себя спрашивать, почему так. Я, например, когда объяснял это себе, сказал, что это просто смешно. А оказалось, что режиссёр Серебренников имел в виду пьесу Гоголя «Игроки», где действуют одни мужчины, и это своеобразная матрица, которая, оказывается, означает, что все действующие этого произведения – мошенники. Он перенёс эту матрицу уже на «Мёртвые души», чтобы взглянуть вообще на любого человека, выходящего на сцену в образе женщины, как на мошенника. То есть мошенничество как нечто гораздо более широкое. И вот это нужно людям рассказать и объяснить, и тогда у них есть ключ к пониманию того, что они на сцене увидят. Насколько я знаю, это делает только Гоголь Центр. И в Москве, и даже, не побоюсь, в России. Никто больше не делает вступления к спектаклям. Ну вот такая программа в Гоголь Центре уже несколько лет, несколько сезонов. И действительно, это даёт возможность зрителям прийти чуть пораньше, взять чай, кофе в буфете, присоединиться к небольшой компании в фойе и послушать о том, как создавался спектакль, почему именно этот спектакль, почему именно это название. Ну и вообще очень разные темы. Это как раз зависит от того, как придумывает каждый день подать эту информацию Валерий Печейкин. Кроме того, я хотела бы вам вот рассказать о том, что Валерий Печейкин является штатным драматургом в Гоголь Центре. В советское время в театрах были штатные драматурги, потому что был литературный отдел, который занимался поиском драматургии современной, этим озадачивались, этим занимались. Иногда были просто штатные драматурги, как я уже сказала. Потом эта практика закончилась, но параллельно, например, в Германии существует должность тоже драматурга театра. Она в чем-то пересекается с той, которая была когда-то в Советском Союзе, то есть это тоже драматургический большой отдел, но штатный драматург театра, как, например, в театре Шаубюна Амлининерплац в Гиперлине у режиссера известного Томаса Остермайера есть драматург, с которым он постоянно работает, это Мариус Вайнмайнборг. И этот драматург помогает ему переосмыслить старые пьесы и переосмыслить, перепрофилировать их, я не знаю, чуть переписать, осовременить. То есть это много слов, которые могут показаться может быть даже раздражающими, но на самом деле это приводит к очень хорошим результатам. И Кирилл Серебринков решил воспользоваться таким опытом двух стран и пригласил Валерия Печекина как человека, с которым он уже какое-то время до этого работал, когда открывал гугл-центр в должность штатного драматурга. И вот я спросил Валерия Печекина тоже, как он сам понимает для себя эту должность. Меня даже потом спрашивают, в драматург в каком смысле? В немецком или в русском? А я и в русском, и в немецком. А в русском смысле я драматург-автор, который делает авторские сценировки для малой, для большой сцены. То есть я выступаю как автор произведения. А драматург в немецком смысле это человек, к которому обращаются время от времени, когда нужно что-то сделать с текстом, посоветовать, подумать. Это такая расширенная версия редактора, по сути, заблита или консультанта. Ну вот я могу когда-нибудь рассказать еще такую историю, как работают разные драматурги в разных театрах, где есть вообще театр, у нас есть театр ДОК, в котором руководили на протяжении долгих лет два драматурга Елена Гремина и Михаил Угаров, как это отразилось на репертуаре того театра. Это очень интересная тема, развитие современной драматургии и людей, которые ее создают в взаимодействии, в прямом взаимодействии с театром, не просто предоставляя пьесы, а, собственно, работая в театре. И вот Валерий Печейкин как раз является таким очень интересным примером постоянного сотрудничества с режиссером, с Кириллом Серебренковым и с другими режиссерами и с актерами, которые там работают, потому что его пьесы идут в театре и просто как пьесы, и его идеи, его влияние, конечно, распространяются еще и на другие спектакли. не только по его прямым пьесам. И, конечно, находясь в Риге, я не могла не спросить Валерия Печейкина о том, что он знает про латышский театр или про эстонский и про литовский. Он, к сожалению, сказал, что он знает только то, что он видел в Гогольцентре. Вот о тех людях, о которых ему было бы интересно рассказать, он мне и рассказал о режиссерах. Два очень живых человека, которые открыли для меня Балтию, это Владислав Наставшев и Элмар Синьков, которые поставили уже не один спектакль в Гогольцентре. Каждый из них поставил, да? У Наставшего по-моему три, если не больше. У Синькова уже два и готовится третий, насколько я знаю. Вот. Эти два человека для меня в каком-то смысле олицетворяют. Латышский театр. Латышский театр. И это очень крутой театр, потому что эти два режиссера они люди хай-класса. И для меня это было приятно и важно узнать вообще расширение географии такой ментальный. Понимаешь, что много где что происходит и очень здорово, что Гогольцентр становится точкой центра стремительной. Куда эти люди приезжают и где они работают. Это очень здорово и важно. Вот, например, спектакль Митина Любовь в Гогольцентре, который идет с аншлагами уже шесть лет. Это самый продаваемый спектакль малой сцены. Он, насколько я знаю, был поставлен сначала в Риге наставшего и перевезен на сцену Гогольцентра. Точно так же спектакль Медея возник в Гогольцентре, а теперь играется в Риге. И это значит, что какие-то артерии соединяют два театра и вообще две культуры. в Риге. Ну вот, на этой записи было слышно, мы сидели за кулисами репетиционного помещения Гедона Кремера и вы слышали, как репетировалось на сцене одно из произведений Вайнберга. Поэтому считайте это таким вступлением к возможности услышать этот проект. Еще раз напомню, в сентябре в Юрмале. И у нас вот так закольцовываются две программы. Прошлая программа, когда я рассказывала про Клапецкий фестиваль, я тоже очень много говорила про Элмар Синькова, который поставил там мамашу Кураж с названием «Мама-смелость». И, видите, сейчас мы тоже опять упоминаем его имя уже в связи с Гоголь-центром, потому что два спектакля действительно вполне успешно идут в Гоголь-центре. Первый он поставил в 2017 году. Это малая сцена, спектакль называется «Демоны» по пьесе современного шведского драматурга Ларса Норена. Это взаимоотношения двух пар, которые встречаются на один вечер вместе и обсуждают какие-то вопросы, и вдруг всплывают очень много неизвестного даже для них такой вот семейный четырехугольник, который пользуется большой популярностью среди зрителей Гоголь-центра. И в декабре прошлого года, в декабре 2018 года уже на большой сцене вышел спектакль «Мизантроп» по пьесе Мольера, но, как мы уже понимаем, Гоголь-центр никогда просто так ничего не делает, поэтому эту пьесу заново перевел, переосмыслил, переписал, поэт Дмитрий Быков. И это, конечно, совершенно иное звучание, и именно с этой пьесой уже Дмитрия Быкова на основе пьесы Мольера работал режиссер Элмар Синьков в Москве, и это очень успешный спектакль, который прекрасно идет в репертуаре, и когда были новости о премьере спектакля, показывали о том, как пришел автор Дмитрий Быков смотреть, он очень волновался и не очень верил в то, что из этого может получиться что-то, но это получился очень успешный спектакль. И второй режиссер Влад Наставшев, он фактически открыл репертуар Гоголь-центре в феврале 2013 года, поставив спектакль на малой сцене, о котором уже упоминал Валерий Печекин, Митина «Любовь». И спектакль действительно очень востребованно идет до сих пор. Потом он поставил один из спектаклей кинотрилогии, который придумал Кирилл Серебренко в первый сезон и состоящий из переосмысления сценического известных фильмов. Он поставил спектакль «Страх» по Фазбиндеру «Страх съедает душу». Затем он поставил потрясающий спектакль о поэте 20 века «Кузьмин форели разбивает лед». Этот спектакль стал частью большого цикла о русских поэтах под названием «Звезда». И вот в конце марта этого года, 19-го года, Влад Наставшев выпустил спектакль на большой сцене Гоголь-центра под названием «Спасти Архидею». Это специально созданный для Гоголь-центра спектакль, в котором есть, конечно, отзвуки известных двух спектаклей его, которые идут в Новом Рижском театре. Это «Озеро надежды», «Озеро надежды замерзло». Это московская версия, в которой существует целиком семья, сразу и мама, и бабушка, и сам герой, и те герои, которых мы, как зрители, видели здесь, в Новом Рижском театре, они в какой-то степени перетекли в новую пьесу, в новый спектакль, и в ней же он использует тексты писателя Сергея Уханова. Если вы знаете, то в Гертруда в театре идет идет его спектакль Влада Наставшего по роману Сергея Уханова «Черная малофья». Вы можете пойти посмотреть, если вам интересно. Это такой взгляд на советское пионерское детство и взросление молодого человека с его переживаниями. Премьера «Орхидея» состоялась в этом сезоне 28 марта, на следующий день после дня театра. Маму его играет Елена Коренева, бабушку играет прекрасный артист Филипп Авдеев. А самого альтер-эго-героя играет Один Байрон, актер, который приехал, поступил учиться в театральную школу в Москве, американец, который ее закончил и вот уже много-много лет успешно работает в Гоголь-центре вместе с Кириллом Серебрингом, теперь еще с Владом Наставшевым и играет ведущие роли. Впереди авиньонский фестиваль, про который я расскажу в отдельной программе и в авиньонском фестивале состоится премьера спектакля «Аутсайд», который ставит сейчас Кирилл Серебринников со своими артистами по заказу авиньонского фестиваля и этот спектакль будет посвящен творчеству и короткой жизни китайского фотохудожника Рене Ханта. Покончил с собой в 30 лет в 2017 году. Спектакль был заказан еще до начала всего этого дела и поэтому художественный руководитель авиньонского фестиваля Долгой Оливье Пи много и очень активно участвует в общественном движении французских театров в поддержку Кирилла Серебринького. Итак, еще у нас будет впереди программа про Венеонский фестиваль и расскажем об этом проекте более подробно. Спасибо! Будем на связи, жду ваших отзывов. Всего вам доброго, хорошего дня! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин